Марсель задумался, смотрит во двор. Лунтик усыновил пару пацанов тут. Эллис тут лазит почему-то сам, без Мадонны. Мадонна сидит у себя в клетке, не хочет выходить в эту тусовку. Что там у нас еще, я посмотрю сейчас. Эти тут вдвоем тоже что-то там договариваются. О чем вы там договариваетесь? О чем-то запретным? Чтоб такое сделать? Эллис такой, да, у Эллис. Медхен, пойдем посмотрим, что делает у нас в данный момент Марсель. В данный момент проверим, что делает Марсель. Марсель смотрит в окно, смотрит неустанно, хрюкает, сидит. А, нет, это коты крюкает. Это вот этот флайк крюкает, мурлычет. Лунтик тщательно нас намываем. Конечно, если бы у меня был енот молодой, то нельзя было бы держать рядом маленьких попугаев. А так он уже за столько лет, уже в этом году 10 лет ему будет, за столько лет он уже привык, что это все свои домашние. Даже чужие, которые приходят в гости, это тоже свои. Внимание не обращает. А то мне писали в комментариях, что вот у него был попугайчик, и он подобрал маленького енотика где-то на улице, даже сбитого машиной. Выходил, и он съел его попугайчиков. Ну, я понимаю, во-первых, он был с дикой природой, во-вторых, он был молодой. Если бы он был молодой, я бы так тоже не разрешала попугаям маленьким. Ну, большим можно, а маленьким большим, наверное, нельзя. Это уже надо видеть по зверям. Наш Марсель, конечно. Ему, что попугай, что крыса, что коты, все одинаково. Все несъедобное. Вы же его еще не сварили, говорит. Ой, иди сюда. Терри, хватит гонять эту Мадонну. Терри, ну ты как маленькая. Ты что, попугаев не видела? Ты же гоняла все время как аду, и гоняй. Это же маленькие, но она пришла к все равно Элвису. Элвис обрагадовался. А что там в клетке сидела? Вот так, вот так, вот так, вот так. Сейчас она ему все расскажет, что там было без него. Все расскажет, что Тинь-Тинь не заходил в гости. Кто хочешь. Так, если вы в свою... Терри, что ты хочешь поймать, ты тогда не допрыгнешь. Если вы сейчас не зайдете в свою бочку, что он папу поставил, я вас выгоню отсюда. Потому что окно холодное. Времена поменялись, погода поменялась. Марсель усиленно смотрит во двор. Ему кажется, там что-то такое есть. Может, там Филя? Саша, а Филя не на улице? Может, там Филя? И он бедный смотрит, что Филя сам на улице. Так, Чарли, слезь, пожалуйста, со шторы. Чарли? 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 Со шторы, говорю, слезь, пожалуйста. Чарли? Чарли? Послушно и страшно. Если бы папа сказал, он бы сразу слез. А я говорю, ему как-то вообще все равно. И вот как с этим бороться? Папа их кормит. Я могу тоже что-то дать, но я не знаю их рацион. Ну, я знаю, но не знаю. Он сам регулирует. Да, что давать? Чего давать? Ой, все. Все. Марсель, все. Занялся серьезным делом, посмотрите. Если он уже так занялся, он уже сел на поток. Лунтика прям чуть ли не раздавил. А? Марсель, ты не почувствовал, что ты на лунтика сел? Говорит, не почувствовал. А попугай, конечно, наглый, совсем задирается. А к Марселе не задираются. Ну, как так понять? Неужели они понимают, что он большой? Ага. А, ребята, чего вы не трогаете Марселя? Как Чарли залетает, так вы гоняйте его. Даже на коту умудряются. Чарли, я говорю, слезь со штори. Очень послушный. В общем, Чарли у нас страшно-страшно-страшно послушный. Фух, наконец-то Марсель подвинется. А то прямо уселся на лунтика и думает, что он ничего не видит. Ребята, в бочку идете играть, потому что там холодно на окне. Окно холодное. Вы к нему прям прикасаетесь. Сейчас попугай будет ругаться. Скажет, почему попугай на окне холодно? Я говорю, потому что берегу повесил. Они рады стараться и летят сюда. Марсель, можешь мне рассказать? Марсель, можешь мне рассказать, а кого ты там увидел? А? Кого мы там в окне увидели? Вот я лично ничего не вижу. Ой, почешу. Скажи, у нас тут след от ошейника остался. Сейчас я поняла, что Чарли слазить не будет. Сейчас пойдем сгонять. Сейчас пойдем. Чарли, Чарли, почему ты меня не слушаешься? Почему ты, пап, слушаешься, а меня нет? А? Почему? Ну что, Марсель? Пусти, 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 пусти. Ой, такая толстая, такая толстая, такая. Такая красивая, необъятная попа. Страшно красивая. Десять лет наедал. Десять лет наедал. Тихо… Тихо. Продолжение следует...